Кладбище ржавых советских танков во дворе Харьковского завода. Сколько здесь машин, сотни или тысячи, руководство предприятия не говорит. Государственная тайна. Эту технику, простоявшую 30 лет, уже несколько месяцев восстанавливают для нужд украинской армии. На Харьковский бронетанковый завод наняли 160 слесарей. Работают они в полторы-две смены с одним выходным. Говорит Валерий, он проверяет и чинит стволы. Этот завод строили для модернизации Т-64. В советские времена здесь ремонтировали порядка 500 машин в год. Сейчас армии передали шесть таких танков после капитального ремонта. На них ставят современную динамическую защиту, меняют двигатели и электропроводку. За 30 лет всё пришло в негодность. Говорит слесарь Роман Дегало. Он отвечает за восстановление систем связи. «Переживаем, конечно. Чтобы машина не подвела, в любом смысле. За это очень сильно переживаем. Абсолютно все переживали. Чтобы все детали работали на сто процентов». Сейчас завод отправляют военным 10 отремонтированных машин Т-80. Это основной танк советской армии, стоявший на вооружении с середины 70-х. В последние дни вновь начались перестрелки вдоль линии фронта. Киевские силовики и сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Специалисты завода лично передают танки солдатам. И те, и другие знают. Возможно, эти машины, совсем недавно лежавшие на свалке, вновь окажутся в бою.